Люди с ограниченными возможностями хотят и могут внести свой вклад в развитие общества. Но чтобы это стало возможным, само общество не должно разделять людей на ограниченных и здоровых. Сегодня это задача не только специальных учреждений и общественных организаций, это то, к чему нужно призывать каждого человека. Эту и другие проблемы, связанные с интеграцией людей с ограниченными возможностями в общество, обсудили на пресс-конференции, которую организовали и провели представители Управления Организации Объединенных Наций в Молдове по правам человека. Понятно, что нужно не только встречаться, говорить и обсуждать, но и нужно уже менять ситуацию, к лучшему конкретные действия. Мы посодействовали тому, чтобы группы и организации людей с ограниченными возможностями вышли с инициативами о том, какие услуги, какие центры, действия можно было бы инициировать в некоторых населенных пунктах Левобережья, для того, чтобы реально улучшить ситуацию людей с ограниченными возможностями. То есть мы зашли с позиций, практически все люди, с которыми мы общаемся, часто говорят такую простую идею, конвенции, законы, это все хорошо, это красиво, но у нас есть проблемы здесь, в нашем городе, в нашем селе, мы хотим их решить у нас в селе и в городе. И это именно то, что мы помогаем делать, мы помогли этим группам организации увидеть некоторые из проблем, идентифицировать и предложить их решение, разработать такие проекты, назовем их так. Уже есть такое, некоторое количество проектов и идей, которые нам было представлено для утверждения, и вот буквально в ближайшие несколько недель мы перейдем к следующему этапу, когда предоставим финансирование для реализации этих идей. Мой коллега Александр расскажет чуть поподробнее об этих идеях, но они в целом будут касаться поддержки людей с ограниченными возможностями в плане трудоустройства, в плане юридической помощи, психосоциальной поддержки. И может быть мы рассматриваем в будущем какие-то идеи, связанные с тем, чтобы дети с ограниченными возможностями как можно больше времени проводили в среде других детей, которые без ограничения возможностей. То есть, чтобы они не были изолированы в таких мини-гетто, и не сидели только дома, а чтобы они с самого начала были частью общества, как и должно быть. Это общество, оно существует для всех, и все имеют и должны, им должно быть обеспечено это право, всем людям жить в обществе, в общении с другими, участвуя во всех общественных процессах, которые делают нашу жизнь насыщенной и интересной. Развитие общинных услуг для людей с ограниченными возможностями, оказание юридической и психологической поддержки, а также услуги по поддержке в трудоустройстве. Запуск этих услуг планируется в трех населенных пунктах Приднестровья. Еще одно направление – это пробный проект инклюзии в дошкольном учреждении. Я считаю, что нужно предоставить обществу альтернативы, нужно дать людям возможность увидеть, как может быть по-другому. Потому что мне кажется, у меня складывается такое впечатление, что сейчас дискуссия в основном основана на каких-то стереотипных представлениях людей. То есть люди пытаются комментировать то, что в принципе они еще не видели. То есть ту модель, которая сейчас есть, они видят. А вот такие модели инклюзивного образования, по-моему, их тут практически нет. То есть мне кажется, сложно сравнивать то, что ты видел, и то, что ты не видел. То есть, на мой взгляд, первый шаг – это нужно развить альтернативы. Нужно показать, как может быть по-другому. И пускай люди после этого формируют свое мнение, может изменяют свое мнение, видя уже работающие альтернативы, то, как было раньше, то, как может быть по-другому. И, возможно, это изменит баланс на чаше весов в этой диалоге и в этой дискуссии. Это именно то, что мы предлагаем делать, и то, в чем мы готовы были бы помочь. А вот в чем могла бы появиться эта помощь? Ну, вот, например, одна из идей, которую мы рассматриваем в нашей программе, которая, инициатива, которая поступила от одной из организаций, с которой мы работаем, заключается в том, чтобы инициировать такой садик, это, наверное, будет громко сказано, ну, такую группу или место, где бы детки дошкольного возраста с ограничениями возможностями и без ограничениями возможностями могли бы вместе проводить какое-то время, да, в течение рабочей недели. Может, там не полный день, а там 2-3 часа, да, то есть такая, ну, центр занятия детей, назовем его так. Такие модели есть в Кишиневе, допустим, да. Центры, детские центры, где, куда ходят детки и с ограничениями возможностей, и без ограничениями возможностей. Они общаются между собой, родители между собой общаются. И многие из родителей детей без ограничения возможностей, у которых изначально были какие-то стереотипы, какие-то предрассудки, после того, как они вот отдали своих детей, эти свои рассудки расстались с ними, с предрассудками, с этими стереотипами, да, то есть они спокойно теперь к этому относятся, да. То есть вот что-то такое можно было бы попробовать сделать здесь, и вот такая инициатива есть, и мы весьма вероятно, что эту инициативу поддержим финансово, в том числе, да. То есть поможем организации какие-то закупки необходимые произвести, там оборудовать место для этого. И вот это может быть таким первым шагом. Анализируя текущую ситуацию в сфере социализации людей с ограниченными возможностями, координатор программы «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» Александр Стратулат отметил значение и роль СМИ в реализации прав людей с ограниченными возможностями на полноценную жизнь наравне с другими и на свободу их выбора. Мы считаем, что через масс-медиа мы сможем изменить то, как общество смотрит на жизнь, на людей вокруг себя, то, как они действуют, и то, что они считают правильным или неправильным. Я рад вам сообщить, что вследствие наших мероприятий, нашего сотрудничества с масс-медиа в различных предмистровских средствах массовой информации только за этот год, за 2017-й, появилось более 70, извините, 60 статей, репортажей на телевидении, которые каким-то образом обсуждали проблему или тематику людей с ограниченными возможностями. Если сравнивать с предыдущими годами, я не думаю, что за предыдущие 5 лет столько статей было напечатано или столько репортажей было снято по людях с ограниченными возможностями, что показывает, что есть о чём говорить и есть кому говорить об этом. Дискуссия после выступлений позволяла обмен опытом и мнениями, в том числе были подняты и проблемные вопросы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. В частности, трудоустройство, барьерная среда, необходимость полной или частичной инклюзии в Приднестровье, роли детских коррекционных школ и специализированных предприятий и многое другое. У меня вот такой вопрос, меня покоробила ваша фраза о том, что специализированные школы – это своего рода гетто, и с этим надо бороться. Поясните, а как вы собираетесь адаптировать детей с нарушениями зрения, слуха в обычный образовательный процесс? Тут, наоборот, бороться надо, а поддерживать эти гетто по вашей терминологии. Создавать литературу специальную, распространять её, учить педагогов, создавать мини-гетто в вузах. Вот объясните, что вы имели в виду под борьбой? Спасибо большое, это вопрос отличный. Почему он отличный? Этот вопрос стоит остро, не только здесь и сейчас, он стоит и во многих других страшностях. Почему это гетто? Давайте я начну с этого. Я не спрашиваю, почему это гетто, я спрашиваю, почему надо с ними бороться. Я хочу начать, почему это гетто, почему это плохо и почему должно быть по-другому. Я начну с этого. Гетто, я уже говорил, по той причине, что люди, принадлежащие по какому-то определённому признаку, в данном случае по признаку ограничения возможности, живут, так сказать, в своём параллельном обществе или мире. И в мире уже было много таких примеров, вот такой вот организации жизни. Один из них я уже привёл, это было время Второй мировой войны. Есть второй такой пример, апартеид. В принципе, важная вещь, которая нужна, и это может быть хороший пример, чтобы продемонстрировать, почему это не очень хорошо. При режиме апартеида в Южной Африке были школ и у белого населения, и у чёрного. То есть ситуация не стояла так, что у белого есть школа, а у чёрного нету школ. А были. И может быть даже по качеству эти школы были сравнимы, может быть, хотя далеко не всегда. Возникает вопрос, в чём проблема она? В чём проблема, если вот, как бы, школа хорошая, ну, просто она вот для ромов или для людей с ограниченной возможностью. Ну, я бы задал этот вопрос вам, но чтобы сократить количество времени, которое на этот ответ, я вам скажу. Проблема в том, что когда люди развиваются, обучаются в данном случае раздельно, они не знают на выходе, как взаимодействовать друг с другом. Они не готовы, не знают, у них из-за этого появляются хобби и страхи по отношению друг к другу. И из-за этого мы делаем не что иное, как раскалываем общество. Мы создаём пропасть между разными группами. Я понимаю, что с точки зрения простоты, так сказать, решения вопроса, легче всех согнать в одно учреждение, да, и только там дать слуховые аппараты, только там сделать рамку, только там создать все условия, да. Я понимаю, что это стоит дешевле, и это легче сделать. Но не всегда то, что дешевле и легче, это правильно. Ответ на ваш вопрос, как сделать так, какой другой, как по-другому с этим поступить, да, он на поверхности. Если можно адаптировать одну отдельно взятую школу, специализированную потребностям людей с ограниченными возможностями, детей с ограниченными возможностями, значит, это можно сделать со всеми школами, садиками, или хотя бы с их значительной частью. В тех странах, которые являются передовыми в области продвижения прав людей с ограниченными возможностями, да, вот, чисто говорим про систему образования, садики, школы, да, и университеты, существует система, при которой вот в каждом, на каждом округе, да, в каждой территории есть хотя бы одна школа, которая адаптирована к разным потребностям. Второй вопрос, который касается того, что вы сказали, озвучили, гетто. Вы знаете, общество у нас здесь, в Приднестровье, оно уже в гетто. Все общество, весь социум. Почему? Вы смотрите, в Приднестровье маленький клочок земли, на котором, ну, грубо говоря, 400 тысяч населения. Мы, с одной стороны, сдавлены политическими, скажем так, моментами, рамками, с другой стороны, экономическими рамками. То есть, наше общество само сейчас находится в таких рамках, жестких, тяжелых, и политических, и экономических, что воспитать нормальное поколение, для того, чтобы можно было их дальше поставить на ноги здесь, не имеет возможности ни наше правительство, ни наше руководство. Понимаете, то есть, есть очень много проблем, которые невозможно решить на нашем уровне. Если не могут решить эти проблемы наверху, и возникает уже второй момент разрозненность, национальная разрозненность. Вот я потихонечку подхожу к тому, что, что сделано Организация Объединенных Наций, для того, чтобы действительно показать, что в этом клочке земли имеются проблемы, и нужно дать свободу передвижения, свободу слова, свобода выбора общения на каком-то языке. Понимаете, что было сделано с вашей стороны, и в то же время, что было сделано в отношении Украины, которая в последнее время, вы знаете, в средствах массовой информации озвучивается, приняла закон о общении только на украинском языке. Это дискриминация. Одним из пунктов Всемирной Декларации прав человека является свобода слова, свобода общения на том языке, на котором хочет человек общаться. Я вижу здесь только одни проблемы. Проблемы, которые возникают не только изначально из наших желаний выйти из этого состояния, они искусственно создаются и политиками. Вот где найти выход, и как этот выход преподнести обществу? Спасибо. Что касается региона как гетто, к сожалению, вот этот вопрос должен решаться политиками. Мы, как я с самого начала, я прямо вот с этого начал, именно для того, чтобы обозначить. Мы не занимаемся политическими вопросами. Поэтому на эту тему реально мы ничего не можем предложить или прокомментировать. И что касается Украины и навязывания какого-то языка, наши механизмы, наши механизмы ООН в области прав человека неоднократно высказывались и по Молдове, и по Украине в таком ключе, что навязывание любого языка, украинский, молдавский, русский, какой бы он ни был, это нарушение, навязывание. Что должно происходить? Должны создаваться условия для представителей разных этнических групп, для их гармоничного развития. В сентябре 2017 года общественные организации с обоих берегов Днестра, посвятившие свою деятельность людям с ограниченными возможностями, подписали партнерское соглашение о создании платформы устойчивого общинного развития. Подпись под соглашением поставило 19 организаций и инициативных групп, из которых 13 с левого берега Днестра.